Добрый день! Сегодня мы поговорим о таком самым популярном и доступном направлении, куда могут полететь туристы, это Египет. Буду объяснять, все показывать на картах, потому что именно по картам нужно изучать и смотреть направления. А так особо о картинке рассказывать, показывать не буду. Если у вас есть желание, вы, конечно, можете уже в процессе просмотра видео смотреть, искать фотографии или какие-то дополнительные видео по, например, интересующему вас вопросу. Да, сейчас это будет такое полное описание страны для туристов и для менеджеров по туризму. Вот. Так вот, Египет одно из самых популярных и доступных направлений. Он привлекает туристов со всего мира с самым красивым морем в мире, белоснежными песчаными пляжами, очень яркой подводной жизнью и историческими памятниками. Те туристы, которые говорят, что ой, так скучно ехать в Египет, на самом деле просто не знают, куда ехать. Потому что, когда, например, я ездила не по работе, а отдыхать ездила в Египет, то, конечно, мы в отеле вообще буквально только две ночи переночевали, постоянно ездили по различным курортам, ой, извиняюсь, по различным достопримечательностям, по историческим памятникам и так далее. Отдых в Египте популярен еще и по другой причине. Это одно из самых доступных направлений зарубежного туризма. При этом отели представляют отдыхающим довольно высокий уровень комфорта, так что по соотношению качества и цена Египет в числе лучших. То есть, если вы смотрите, например, путевки стоимости турпакетов Египет, стоимость турпакета, например, Эмираты или Хайнань, остров в Китае, то, конечно, по Египту цены будут выше, но смотрите, пожалуйста, содержание пакета, потому что в турпакете по Египту там, конечно, будет включено гораздо больше различных услуг, соответственно, цена и выше. Но если вы, например, сравните Египет, хорошую пятерку, все включено с такой же хорошей пятеркой в Хайнане, то увидите, что в Хайнане будут только завтраки, а там питание достаточно дорогое. То же самое по Эмиратам. Эмираты страна очень дорогая, то есть, соответственно, там отдельно кушать, отдельно, не знаю, передвигаться как-то между районами города, это будет довольно дорого. Вот, Египет в этом плане гораздо дешевле, страна такая, не с очень высоким показателем, скажем так, среднего заработка в месяц, поэтому, конечно, на абсолютно все, там, как на сувениры, так на такси, на экскурсии, на все будет цена гораздо ниже. Например, если сравнить дайвинг в Египте, который гораздо красивее, Красное море гораздо красивее, чем Средиземное, да, дайвинг в Турции от 100 долларов примерно стоит, у операторов такая экскурсия, то в Египте она будет стоить от 15, там, до 50 долларов, там, в зависимости от того, куда, в какой район вы поедете. Так вот, туры в Египет преследуют своей целью не только отдых у моря, но и эксклюзивные поездки в главные культурные центры. Учитывая количество архитектурных памятников, обязательных к посещению, стоит планировать ваш Тур Египет заранее. В экскурсионном наборе Египта, сейчас вот я буквально вкратце пробегусь по экскурсиям, потому что отдельно, конечно, о них можно говорить довольно долго, то есть в экскурсионном наборе Египта это первое и главное, конечно, это единственное уцелевшее из семи чудес света, это пирамиды, которые находятся вот здесь, по левой стороне от Каира через Нил, город Гиза, и здесь же у нас находятся пирамиды Гизы. Пирамиды Гизы, сфинкс, это все находится по этой стороне. Дальше столица древнего Египта Луксор с его долиной царей, долина царей называется, то есть там, где как раз хоронили поронов, вот здесь у нас Луксор находится, он находится неподалеку от курорта Хургада. Это величественный город Александрия, основанный Александром Македонским в третьем веке до нашей эры. Это подводные экскурсии Красного моря, то есть эти экскурсии, они на самом деле, ну, просто потрясающие, обязательно берите морские прогулки с погружением, с маской или уже погружением с оборудованием, то есть Красное море, это море, которое когда-то покорило сердце Жака Руссо, то есть это вообще, ну, там действительно просто невероятная красота. Также одна из самых длинных рек нашей планеты, это река Нил, вот ее можно по карте посмотреть, это все Нил. Она достаточно широкая и по протяженности одна из самых длинных вообще в мире. А также расположение Египта неподалеку от таких стран, как Израиль и Иордания, предоставляет путешественникам возможность посетить Святую Землю, города Иерусалим и Вифлеем, сюда в основном едут за паломничеством, да, также лечебные курорты Мертвого моря, вот оно, Мертвое море, старые гробницы древнего города Петры, это уже в Иордании находится вот с этой стороны, здесь, таинственное и затерявшееся по времени наследие Набатаев, то есть это очень такой древний красивый город, расположенный в каньоне. Ежедневно основные курорты Шар-Мальшейх и Хургаду осаждают толпы путешественников, желающих провести незабываемый отдых на берегу Красного моря, а также прикоснуться к вечности и воспользовавшись экскурсионными возможностями африканской страны. Ну а у желающих понырять и изведать красоты моря, красоты Красного моря, и говорить нечего, с трудом можно найти коралловый риф, с которым не будет одного или двух дайверов, да, то есть огромное количество туристов приезжает сюда именно за дайвингом. Египетские отели отличаются огромным разнообразием. Отели для молодежного и семейного отдыха, отели с ограничением 16+, то есть только для взрослых, где можно спокойно отдохнуть, отели с огромными аквапарками, отели, предоставляющие уединенный релакс, отдых. Ну, в общем, выбор отелей, конечно, огромный, об этом нужно вообще просто отдельное видео снимать. Египетские курорты славятся своей ночной жизнью. Тут тебе и бары, и ночные клубы, и кафе со вкуснейшими египетским кофем, и арабскими кальянами, и ночные базарчики, и магазинчики. Ну, в принципе, для отдыха есть абсолютно все, и при этом по приемлемой цене. Если вы боитесь плавать, Красное море – самое подходящее место, наконец-то побороть свои страхи. Оно является самым соленым морем в мире. Если вы скажете, самое соленое море в мире – это мертвое, посмотрите, пожалуйста, на его размер. Оно, вот кто из Казахстана, Салматы поймет, о чем я говорю, мертвое море не больше, чем наш Копчегай, да, не больше, чем наше водохранилище. Оно сохнет, иссыхает и меньше-меньше-меньше становится. Поэтому Красное море именно – это Красное море, самое соленое море в мире. Примерно по соотношению, насколько я помню, я об этом читала, примерно 47% соли. То есть представьте, стакан воды и стакан соли смешать, и вот такое вот оно по солености. То есть совершенно несложно держаться на воде, невероятно просто. То есть путешественники даже с самым большим паническим страхом глубины заканчивают свое путешествие, спокойно погружаясь с инструктором на глубины Красного моря и любуются красивейшими корабловыми рифами и невероятной разнообразной подводной жизнью. Теперь давайте поговорим о сезонности, когда все-таки нужно ехать в Египет. Конечно, самый комфортный период отдыха – это будет весна или осень. То есть весной или осень будет идеальная температура. Не будет жарко, не будет холодно, будет просто отлично. Летом изнуряющую жару можно почувствовать только если выехать на экскурсию. Например, вы отдыхаете вот здесь, в Хургаде, на берегу моря, вам жарко здесь не будет. Поехали на экскурсию в Луксор. Да, однодневная экскурсия. Если хотите посмотреть все-таки такие уникальные исторические памятники, ну, один день такую жару можно перетерпеть. Но, в принципе, на берегу моря вы не ощутите эту жару, потому что этот морской бриз, он, конечно, освежает очень хорошо, и жара вообще не чувствуется. То есть около бассейна или на берегу моря вы ее не почувствуете. Спокойно вам этот морской бриз позволит насладиться летними деньками на лазурных пляжах самого соленого моря в мире. Зимой также можно поехать отдыхать в Египет, но температура тут будет днем примерно 23-25, иногда до 27 градусов поднимается. Ночь уже может опуститься до плюс 15. Главным образом смотреть нужно силу ветра. То есть когда вы смотрите погоду в Египте зимой, смотрите, пожалуйста, силу ветра. Если она будет больше 5-7 метров в секунду, то лучше не выезжать на морские прогулки. То есть отдыхать на пляже еще можно, но на морские прогулки лучше не выезжать, вы просто замерзнете. Зато это самое-самое хорошее время выезжать на экскурсии. Ну, в общем, на самом деле не самая низкая стоимость, конечно, будет зимой, именно потому что бывают такие сильные ветра, поэтому стоимость на экскурсии, на туры будет гораздо ниже зимой. Поэтому если вы, например, на Новый год хотите полететь в какую-то интересную страну, абсолютно точно можете выбирать Египет, отправляться туда, брать экскурсионную программу, выбрать какой-нибудь недорогой, ну, хороший чистый отель. И по экскурсионной программе фактически все время вы будете проводить, не будет никаких очередей, спокойно будете ездить по всем историческим памятникам. Кстати, благодаря высокому содержанию соли в Красном море температура воды не опускается ниже 26 градусов. То есть бывает такое, что температура воды гораздо выше, чем температура воздуха. То есть в Красном море купаться всегда приятно. Поговорим про визы, визы в Египет. Так как я нахожусь в Казахстане, конечно, я буду говорить про казахстанцев. Если вы из другой страны, вы можете, в принципе, на языке, о котором вы говорите, в гугле посмотреть, виза в Египет нужна или нет. Так вот, Египет является визовой страной для граждан Казахстана. Сделать визу можно через посольство. Посольство находится в Астане. Займет это примерно 2 недели ожидания ответа. Сбор обязательного пакета документов. И примерно около 100 долларов это будет стоить. Вам нужно уточнять у визовых центров. То есть туристические агентства оформлением визы в Египет, как правило, не занимаются. Но не спешите расстраиваться. Воспользовавшись услугами туристического агентства, вы можете забронировать тур на наш прямой чартерный рейс. Так вот, если вы летите нашим прямым чартерным рейсом, не нужно никакой мороки с документами и дорогостоящей визой. В рамках программы развития туризма туристы, прилетевшие нашим прямым чартерным рейсом, могут получить визу по прилету и никакого сбора документов и ожидания ответа от посольства вам не понадобится. Стоимость визы по прилету 25 долларов. Продолжительность пребывания не более 30 дней. Но также в Египте, как и в Казахстане, есть обязательная регистрация для иностранных граждан. Регистрация является обязательной, если ее не пройти, то на обратном вылете вас оштрафуют на 40 долларов. Ее, эту регистрацию можно бесплатно в аэропорту пройти по прилету. Но если вы не любите стоять в очередях, то можно воспользоваться услугами вашего отельного гида. Он с удовольствием сделает вам регистрацию всего за 15 долларов. То есть если не хотите все это искать самостоятельно в аэропорту, можно вот сделать в Хургаде или в Шар-Мальшейк прилетают прямые рейсы. Сделать можно бесплатно или там буквально несколько долларов берут, там 3-5 долларов могут взять в аэропорту. Ну вообще по идее официально это бесплатно. Но давайте все-таки вспомним, что мы летим в Египет. Страна третьего мира, маленькие заработки могут подойти, сказать, например, если вы не хотите в очереди стоять, давайте там 5 долларов, я вам быстро сделаю. То есть это как бы нормально, как коррупция в Египте процветает. То есть или бы сделать у гида за 15 долларов. Так как Египет расположен на двух территориях, африканской территории, вот она, это африканская территория, здесь находится у нас курорт Хургада, и на Синайском полуострове, вот этот кусочек между африканской территорией и Израилем, то визовые условия, конечно, для Хургады и Шар-Мальшейха немножко отличаются. То есть для Хургады, если вы летите на африканскую территорию, виза и регистрация являются обязательными. Для Шар-Мальшейха условия более гибкие. Если вы не собираетесь покидать территорию Синайского полуострова, то есть если вы относитесь к числу тех туристов, которые просто хотят отдохнуть на все включено на пляже, то вам не нужно делать визу по прилету, соответственно, не нужно делать регистрацию. Но в этом случае максимальный срок вашего пребывания сокращается вдвое. Если вы знаете, что вы поедете в Шар-Мальшейх и будете посещать экскурсии в Израиле, в Иордании, в Каире, ну неважно, каким-либо образом будете покидать этот Синайский полуостров, виза по прилету обязательно. Если вы в течение вашего тура передумали, например, сначала вы ехали и не хотели, ну вы думали, я никуда не поеду, а потом все-таки в течение вашего путешествия решили, я поеду, то вы можете всегда воспользоваться услугами вашего отельного гида за 35 долларов, уже на 10 долларов, подороже будет, он сделает вам визу и за 15 регистрацию. То есть если мы делаем визу, регистрация обязательна. Визу не делаем, регистрация не обязательна. Просто ограничение, у вас 15 дней на Синайском полуострове, вы можете находиться без визы, без регистрации. Если, в принципе, вы находитесь менее 7 дней, то регистрация вам не обязательна. Например, представим, что вы взяли тур на 6 дней, 5 ночей, такое очень редко бывает, обычно туры на более длительный срок. Если вы взяли тур на 6 дней, при этом вы сделали визу, съездили, например, в Израиль или съездили в Каир, регистрация вам не обязательна. До 7 дней вы можете ее не делать. Теперь очень коротко расскажу про морские курорты Египта, какие есть курорты. Морской курорт Шарм-эль-Шейх расположен вот здесь на уголке Синайского полуострова, в самом углу этого треугольника. Это курортная зона, находящаяся на Синайском полуострове, еще раз повторю, состоящая из потрясающих воображений морских заливов. Днем путешественники проводят свое время на берегу моря, изучают красивейшие коралловые рифы, а по вечерам наслаждаются ужином в местных кафе и ресторанах. Для любителей ночной жизни тут легко можно найти бар или диско-клуб. Туры в Египет у туристов ассоциируются прежде всего с многолюдными пляжами, красивейшим коралловым рифом, прохладой комфортабельных отелей и жарким солнцем с Шарм-эль-Шейха. Горящие путевки в Египет с заниженной стоимостью появляются, как правило, за несколько дней до вылета. Если туроператор не успел распродать свой блок выкупленных мест на чартере или турист отказался от своего тура в Египет, то можно взять горящий тур. На сайте туристических агентств вы обязательно найдете предложение, соизмеримое с вашим бюджетом. Планируя отпуск с маленькими детками, уточните, пожалуйста, у вашего агента, есть ли у вашего отеля песчаный заход в море. Особенностью курорта Шарм-эль-Шейх является коралловый риф, который начинается с самого берега. Я вам покажу сейчас на снимке, на спутниковом снимке. Если мы возьмем самую северную бухту Напка, у нее огроменный, широчанный вот такой вот коралловый риф. И здесь есть коралловый риф длиной почти в километр. Находится он у отеля Риксос, Риксос-Сигейт, потому что здесь два Риксоса. Риксос-Шарм-эль-Шейх есть и Риксос-Сигейт. Вот у него самый-самый-самый длинный коралловый риф. 800 с чем-то метров, ну в общем почти километр. Представьте до глубины, как далеко идти. Если мы посмотрим, например, на бухту, предположим, вот Шаркс-бэй, бухта, Акулья-бухта, не пугайтесь названия Шаркс, это не значит, что там акулы плавают. Бухта была названа таким образом просто потому, что раньше рыбаки, которые акул вылавливали, они как бы причаливали именно к этому берегу. Вот здесь уже коралловый риф не такой широкий, как в бухте Напк-бэй. Вот здесь уже, конечно, нет таких километровых понтонов. Понтоны там от 15 до 30 метров не такие длинные. Вот. Поэтому обязательно уточняйте, есть ли песчаный заход в море у вашего отеля. Опять же повторю, особенностью курорта является коралловый риф. Максимальная длина составляет около 900 метров этого кораллового рифа. Именно поэтому практически все отели этого курорта имеют понтон. Вот если также карту увеличить, вы увидите, что везде у отеля вот такой понтон есть. Его со спутника очень хорошо видно. Поэтому понтону можно дойти до места, где заканчивается риф. Но в конце понтона глубина может составлять от 5 до 20 метров. Это опять же к тем, кто боится плавать на глубине и в принципе боится воды. Вы с понтона спускаете сразу от 5 до 20 метров глубина. Ну опять же повторю, вы ее не почувствуете, потому что соленое, такое сильно соленое море, красное море, оно не позволит просто вам утонуть. Вот я, например, хотела на глубину спуститься, но я не умею как профессиональные пловцы полностью выпускать воздух и опускаться пониже, на дно посмотреть, какие там коралловые рифы, какие там рыбки плавают. Поэтому я просто как поплавок сверху все время плавала в маске. Также Шарм-эль-Шейх, опрошу внимание, что Шарм-эль-Шейх делится на бухты, которые могут довольно сильно отличаться друг от друга. И вот про бухты я, наверное, поговорю в следующем видео, иначе это видео может затянуться просто на час, на полтора. Это про Шарм-эль-Шейх. Теперь про Хургаду. Хургаду все-таки находится у нас на африканской части. Это туристический центр на побережье Красного моря также, находящийся на африканской части Египта. И в отличие от Шарм-эль-Шейха, Хургада изначально была небольшим портовым городком. То есть, если Шарм-эль-Шейх у нас курортная зона, то Хургада это больше город. В общем, со временем она стала только популярным курортом для туристов, и сейчас сюда прибывают туристы со всего мира. Кстати, вот кто просит из туристов, мне, пожалуйста, где вот побольше европейцев и поменьше, как обычно говорят, поменьше наших, наших говорят поменьше, это вот Хургада. Здесь в основном отдыхают у нас европейцы. Но, опять же, нужно выбирать отель, потому что есть отели, где отдыхают, например, только с постсоветских стран, с Китая и с Египта. Отдыхают арабы, китайцы и вот славяне, если так можно сказать, хотя в Казахстане тоже очень много, конечно, национальностей. В общем, с постсоветских стран есть такие отели. Нужно, опять же, у вашего агента уточнять, в какой отель. Здесь уже не по бухтам, здесь мы Хургаду разбираем по регионам, потому что курорт начинается вот от Эль-Гуны, то есть мы, когда бронируем Хургаду у туроператора, предложение от района Эль-Гуна до самого южного района Мальцалярам. Вот он, где находится. То есть такая огромная территория. Это уже не маленький вот этот кусочек Шар-Мальшей, который мы рассматриваем. Здесь, если мы опять вернемся к тому, что Хургады это все-таки город, что это значит? Это значит, что отелей тут больше, очень широкий колорит туристов, более низкие цены, чем Шар-Мальшейхи, больше выбор и выше конкуренция. Много местных жителей проживает в этом потрясающем городе и от этого хорошо очень развита инфраструктура, есть куда выйти. В общем, по районам Хургады, опять же, повторю, я сейчас не буду углубляться, потому что достаточно много придется говорить по районам. Я лучше сделаю отдельное видео по районам Хургады, отдельное видео по бухтам Шар-Мальшейха. Сейчас давайте, наверное, быстренько лучше пройдемся по вариантам экскурсионного отдыха. Так вот, как вы думаете, какая основная достопримечательность Египта? Из-за чего стоит вообще ехать в Египет? Из-за пирамид? Из-за древних городов? А вот и нет. Главная достопримечательность – это Красное море. Да-да, именно Красное море. Такого разнообразия морских жителей красивейшего кораллового рифа вы нигде не встретите. Даже самые боязливые туристы, те, кто безумно боится плавать, начинают плавать в водах этого чистейшего и красивейшего моря. Если ты был в Египте и не взял экскурсию на морскую прогулку, считай, в Египте ты не был. Экскурсии на такие прогулки стоят относительно недорого. Относительно чего, спросите вы? Относительно цен на дайвинг по всему миру. Здесь дайвинг варьируется от 15 долларов и выше. Сильно не экономьте, иначе есть вероятность, что экономные египтяне отвезут вас не к самому красивому рифу, а к первому подводному камню. Средняя стоимость хорошего дайвинга примерно 35 долларов с человека. Например, если вы останавливаетесь в курорте Шар-Машейх, куда здесь можно поехать на дайвинг. Здесь два варианта. Если вы останавливаетесь в северных бухтах, начиная от бухты Шаркс, или вот здесь бухта еще есть Тайгр, начиная от этих бухт, обычно возят на остров Тиран. Здесь красивейший коралловый риф. Если вы находитесь, например, от бухты Наама до старого города Хадаба, вот здесь вот, то возят обычно в национальный парк Арас Мухаммед. Вот здесь находится национальный парк. Здесь до такой степени, что нельзя скидывать якоры лодкам. То есть, когда вы занимаетесь дайвингом, просто лодка вот так вокруг вас курирует. Вокруг вас плавает эта лодка. Соответственно, когда вы покупаете погружение у туристических агентств, у гидов, у отельного гида, то здесь лучше, конечно, сравнить цены. Сравните цены отельного гида, выйдите на улицу, там сравните. Я вам все-таки советую покупать у туристических агентств египетских, потому что у них нет такой большой накрутки. Но все-таки обязательно уточните, куда вас конкретно повезут. На Тиран, в Рас Мухаммед, куда повезут. Потому что Тиран и Рас Мухаммед у Шармадшейка, конечно, самые-самые красивые места. Если мы разговариваем, вообще говорим про Хургаду, где здесь лучший дайвинг? Лучший дайвинга, чем Марш Саля Рам, вы не найдете. Вообще Марш Саля Рам считается таким местом паломничества дайвингистов. Сюда стекаются, съезжаются дайвингисты со всего мира. Любители дайвинга со всего мира сюда съезжаются. Очень-очень красивый живой коралловый риф здесь. Но я вас уверяю, что в Рас Мухаммед или на острове Тиран дайвинг не хуже. Если вы все-таки не хотите одевать маску и ласты, или ваши маленькие детки еще не пересекли возрастной порог для дайверов, для погружения, вы всегда можете воспользоваться экскурсией, морской прогулкой на яхте с прозрачным дном. Ее называют морская прогулка на потискафе. И весь прекрасный подводный мир вы можете посмотреть и ножки сухими у вас останутся. Это во-первых. Во-вторых, еще одна важная достопримечательность это пирамиды. Их в Египте вообще насчитывается около 118. Но не переживайте, все 118 посещать. Посещать, конечно, смысла нет. Есть три самые важные. Опять же, расскажу, где они находятся, какие экскурсии бывают. То есть от Хургады и от Шарм-Аль-Шейха вы можете доехать или долететь до Каира. Долететь будет примерно на 100-110 долларов дороже с человека. Это стоимость авиабилета. Лететь примерно 40 минут. Но не забывайте, что вам нужно заранее приехать в аэропорт, пройти регистрацию, сесть на рейс, дождаться своего вылета и так далее. То есть это все тоже займет время. На автобусе ехать от Шарм-Аль-Шейха мы едем 8 часов на автобусе. От Хургады мы едем 7 часов на автобусе. В принципе, один час, ну, небольшая разница. Здесь за счет того, что нам нужно пересечь свой скип-канал и еще доехать до Каира. Из-за этого как бы на один час немножко подольше. Но есть экскурсии еще однодневные, двудневные, с остановкой на одну ночь в Каире, да. Есть Каир плюс древний город Александрия на пароме по Нилу, доплываете до Александрии. То есть, ну, разные вариации. Между Каиром и Александрией можно передвигаться либо на автобусе, либо на пароме. На пароме по Нилу, конечно, интереснее будет. Вариантов отдыха, конечно, огромное количество. Вот. Ну, на автобусе, может быть, и получается немножко долго, но местные историки-экскурсоводы никому не дадут заскучать. Вот я 8 часов ехала от Шарм-Аль-Шейха до Каира. Мы просто с замиранием сердца слушали рассказы нашего гида. По пути в Каир он нам рассказывал о, в принципе, про Египет, про традиции, про культуру и так далее. Обратно, когда мы ехали, мы уже говорили про историю древнего Египта. Он там и фильм поставил, мы посмотрели фильм, потом обсудили. Ну, в общем, очень интересно было, очень весело, потому что гиды у них такие с юморком, с шармом, с обаянием. И, конечно, когда они вот с любовью рассказывают о своей стране, вообще отличное знание культуры, традиций, обычаи, просто скрасит вашу дорогу, глазом не моргнете, и вот он, пожалуйста, величественный Каир. В Каире какие основные места для посещений, да, то есть сначала вы приезжаете, посещаете основной музей каирский, он невероятно красивый. Все экспонаты в этом музее, кроме одного, кроме вот основной плиты, которую первую нашли, потому что эта плита стоит в Лувре на данный момент, вот все, кроме этой плиты, все оригиналы. Потом вы посещаете место, где изготавливают папирус, вам показывают, как изготавливается папирус, очень тоже интересно. Если захотите купить какие-то папирусные свитки, тоже это можно там сделать. После этого вы едете на другую сторону, пересекаете Нил, едете в Гизу. И вот, пожалуйста, здесь у нас пирамиды Гиза, и там же расположен Сфинкс. Вот эти три основные пирамиды. Пирамиды Гиза, ее очень хорошо видно, она очень заметна, у нее осталась вот эта вот гладкая поверхность, которая на самом деле, у всех раньше пирамид была эта гладкая поверхность, и они просто откололись эти кусочки. Там же находится и Сфинкс, то есть получается стоит Сфинкс, и за Сфинксом стоят уже пирамиды. Вот, то есть все это рядышком, все это можно посмотреть. Вот, пожалуйста, здесь на картинке должно быть видно хорошо, где он у нас расположен, если она подгрузится. Вот, вот прям сразу за Сфинксом стоят наши пирамиды. Вот, то, что нужно посмотреть непосредственно в Египте. Сфинкс тоже такой большой, величественный, красивый, конечно, поражает воображение, как вообще это все было построено. Это по поводу экскурсии в Каир, как можно добраться и так далее. Более подробно, конечно, вы можете у своего гида уже по приезду спросить. Это вот я вам вкратце просто расскажу. Далее. Луксор. Луксор. Древняя столица Египта. Сюда лучше ехать из Хургады. Едем мы на автобусе. Автобус занимает пять часов вашего времени. Луксор вообще место необыкновенное. Проезжаешь в центре города и каждые 300-500 метров какая-то историческая достопримечательность. Ну, в общем, это неудивительно. Год городу, в принципе, более 5000 лет. Тут, например, и аллея сфинксов протянулась почти на 3 километра в центре города. И огромное количество дворцов, храмов, расположенных как в центре города, так и на его окраинах. И, конечно же, долина царей. Это древнее захоронение царских особ. Их близких родственников и приближенных к царской семье. Вот. Вот тоже очень необыкновенное место. Если спрашивать мое личное мнение, мне больше понравился Луксор, чем Каир. Просто потому что более яркий город, больше архитектурных памятников, больше невероятных красивых видов. Но это не значит, что не нужно ехать в Каир. Это тоже был очень необычный опыт. Всячески раскрашивайте свое пребывание в Египте. Не проводите свое время только на пляже. Посещайте вот эти исторические памятники. Это все невероятно красиво. Луксор – город очень красивый. Древний, красивый, с такими древними храмами. Сейчас эти храмы находятся под восстановлением ЮНЕСКО. ЮНЕСКО их по камушкам собирает. Вот, например, вот этот храм, он восстановленный. Он не сохранился, так его восстановили таким образом. Вот. То есть там видно, какие кусочки сделаны, какие кусочки восстановлены. Если поближе, поближе подойти, это видно. Вот. Ну, в общем, максимально пытаются эти древние города сохранить и восстановить. В общем, вот такие чудесные виды по дороге. Это вот внутри храма, храма бога Амонара. Вот. Вот такие вот потрясающие вот аллеи сфинксов перед этим храмом. Внутри города, конечно, аллеи сфинксов тоже смотрится безумно, не знаю, необычно. Такого я ни в каких городах вообще не видела. Удобнее всего, повторюсь, добраться до Луксора из Хургады. Автобусная поездка 5 часов в один конец. Лучше брать с остановкой на ночь экскурсии. Потому что если вы берете на один день, вы просто голопом по Европе прокатитесь, толком все не посмотрите. Поэтому если есть возможность на одну ночь остановиться, берите с остановкой на ночь. Сильно по стоимости на один ночь, на две ночи отличаться не будут. Примерно за 40 долларов на человека можно взять такую экскурсию. В общем, раз уж вы приехали, давайте все-таки наслаждаться этим древним городом по максимуму. Также здесь есть большое количество комбинированных туров. Есть, например, тур Луксор по Нилу, через город Этфу, тоже древний город, в город Асуан. Вот он находится, город Асуан здесь. Все это паромом. И дальше с Асуана уже автобусы. Вот так. Либо есть наоборот. Мы едем с Хургады до Асуана и поднимаемся до Луксора. И с Луксора уже смотрим... В смысле, едем в Хургаду на автобусе. То есть либо вот так, либо так. Подробнее почитать про вот такие древние города, как Этфу или Асуан. На самом деле, о них мало кто вообще знает. Стоило бы знать, это тоже такие древние города. Например, в городе Этфу посреди Нила расположены храмовые комплексы. Да, и если раньше в эти храмовые комплексы могли заходить только жрецы, для того, чтобы приносить жертву, читать молитвы и так далее, то сейчас там ходят толпы туристов с камерами. Вот, то есть город Этфу и город Асуан на самом деле в Древнем Египте носили большое значение. Из Шар-Большейха добраться будет сложнее. Только внутренним авиаперелетом. Потому что представьте, как долго ехать. Если до сюда ехать часов 7, еще часов 7 до Хургады, еще до Луксора, это можно с ума сойти. Таких туров даже нет, потому что просто никто так долго ехать не будет. Коротким перелетом с Шар-Мальшейх Луксор 40 минут займет перелет. И дальше уже здесь, пожалуйста. Ну, конечно, с перелетом это будет стоить дороже примерно долларов на 100-120. Потому что, как бы, Шар-Мальшейх вообще на другой части находится. И на Синайском полуострове оттуда будет далеко ехать. Типы экскурсий тут тоже бывают разные. Обратите на список достопримечательностей. Спросите у вашего гида, какие будут места для посещений. Но не перегружайте так, чтобы было время, достаточно времени, чтобы ими насладиться. Про Эдфу. Вот Эдфу Асуан я могу вам сказать, что такие туры можно на 2-3 дня найти. Иногда на 4 дня. То есть планируйте тоже свой отпуск. Так что у вас было достаточно дней посетить все эти места, которые вы хотите посетить. Сафари в Египте. Сафари, конечно, это просто, ну кажется, да, покататься просто на квадроциклах. Нет, это просто невероятное удовольствие. Скоростные поездки на квадроциклах по пустыне вполне безопасны. Не переживайте. Единственное, чем они грозят, это грязной одеждой. Ну и небольшой, может быть, тряской в руках. После прыжков по песчаным волнам таким, да. Но несколько, но сколько эмоций, вообще впечатлений подарит такая поездка. Кстати, лучше тоже здесь не экономить. Обычный тур может стоить примерно 15 долларов на человека. Но тогда глотать пыль и копоть ближайшего вашего вам соседа гарантированно. Лучше взять VIP-сафари, где максимум 4-5 человек участвуют. Такая поездка обойдется чуть-чуть дороже, но за то удовольствие будет от нее просто уйма. И тогда можно уже на хорошей, на высокой скорости покататься. И, ну, куча впечатлений будет. Очень много впечатлений будет море. Есть, теперь из Шар-Мальшейха основные экскурсии за пределами Египта. Экскурсия в Израиль, экскурсия в Иорданию. Тоже очень кратко расскажу. Экскурсии автобусные. Если вы являетесь гражданином той страны, где нужно заранее делать визу в Израиль, пожалуйста, это предусмотрите, сделайте визу заранее в посольстве, в стране, в которой вы проживаете, чтобы потом спокойно пересечь границу с Израилем. Автобусная экскурсия из Шар-Мальшейха. Вы вот по этой трассе вдоль моря доезжаете до городка Таба на пересечении с границей с Израилем. В Табе будет, сразу предупреждаю, огромные очереди. Огромные очереди. Самая короткая очередь, которую я видела, 4 часа. Да, это очень-очень долго. Но пропускной пункт здесь комфортный. На израильской границе он очень комфортный. То есть есть зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, есть небольшие кафешки или магазины, где можно купить что-нибудь поесть. В любом случае, отправляясь в поездку, в любую экскурсию, просите у вашего отеля собрать сухой паек. Да, то есть или сами на фуршете наберите себе что-нибудь покушать, попить, с собой возьмите. Дальше мы едем по этой же трассе вдоль границы, мы едем до Мертвого моря. Здесь у нас будет остановка примерно на час, на полтора. В Мертвом море, в северной ее части будет возможность покупаться. Не берите с собой купальники или плавки с металлическими частями. Они моментально окисляются, оставляют невероятные следы на купальнике, которые никогда в жизни потом невозможно будет отстирать. Вот здесь можно видеть границу, которая проходит условно между Израилем и Иорданией. Здесь можно покупаться в Мертвом море. Обязательно там же, у них прямо на пляже стоят душевые, поэтому возьмите с собой мыло, помыться или гель для душа, потому что соленая вот эта вода оставляет на коже и на одежде ужасные следы. Нужно очень тщательно, хорошо потом помыть кожу после того, как вы покупаетесь в Мертвом море. Далее вас отвезут на реку Иордан. Вот она протекает, река, она также граница идет, можно посмотреть, граница идет прямо внутри реки Иордан. Граница двух государств. У них на некоторых частях даже забор стоит внутри границы. Вас довезут до места, где крестили Иисуса Христоса. Там можно окунуться трижды в воду. Туристы, которые не являются религиозными, они либо просто прогуливаются, там буквально на полчаса остановка. Далее отсюда вас везут до города Вифлеем, который находится на палестинской территории. Здесь вы посещаете храм гроба Господня. Здесь, обращу внимание, есть базилика, есть храм, расположены они в одном здании. Сам храм, он расположен над той пещерой, где по преданию Иисус Христос родился. После посещения Вифлеема вас обратно привезут из палестинской территории на территории древнего города Иерусалим и отвезут в старый город. Вот он, Old City, на карте видно. Он прям окружен высокой крепостной стеной. Здесь вы посещаете два основных места. Это Стена Плача или Western Wall, как ее называют на английском языке. Западная стена у них называется. Это западная стена того самого первого храма, который был построен. Его потом разрушили и, соответственно, по-русски ему называют Стена Плача, потому что туда все ходят молиться. Вот она, пожалуйста, находится. Стена Плача. Вот таким образом она выглядит. Она тоже огромная, высеченная. Вам уже гид непосредственно расскажет про эту стену, как ее строили, достраивали, какого рода здесь стоят камни. То есть ее постоянно-постоянно-постоянно увеличивали в размере. А также вы посещаете храм Гроба Господня. В этом храме находится та самая дощечка, на которой Иисуса Христоса уже его тело из пещеры выносили. Вот таким образом выглядит этот храм. Вот его вход главный. Вообще, конечно, невероятно красивое место. То есть, например, я не являюсь религиозным человеком, но я с удовольствием поехала в Израиль, потому что это архитектурные памятники, это очень красиво и необычно. Каждый камень, на который ты ходишь или наступаешь, он исторический. То есть просто чувствуешь себя, как будто в машине времени ты прилетел, посмотреть на эти невероятные здания и строения, погулять по древнему городу. Вообще, кто хочет на самом деле погулять по древнему городу, вы можете сделать это, не выходя из вашего дома. Например, мы возьмем в Google. Google позволяет нам прям прогуляться по городу. Вот такие вот узкие улочки. Везде, кстати, там есть рынки уличные. Если захотите купить сувениров, старайтесь не покупать сувениры в тех местах, куда вас гиды возят, потому что здесь свой мир будет в 3-4 раза дешевле. Это все можно без проблем купить по дороге к храму. То есть если вам гид говорит, нет, вы не успеете, нет, вы не сможете, купите здесь. Не покупайте, спокойно по дороге вот так остановитесь, купите те же 33 свечи, которые там продают. Вот. Ну, это такой торговый райончик. Если хотите покрасивее посмотреть, вам нужно просто немножко передвинуть своего человечка на карте. Вот можно вдоль стены пройти, посмотреть, как это выглядит, например. Вот. Вот эта крепостная стена, про которую я говорила, высокая. Вот. Вообще, Израиль очень красивая страна. И, в принципе, Иерусалим очень красивый город. Вот. Есть туры Иерусалим плюс Тель-Авив. Тель-Авив вообще я могу сравнить с Майами. То есть вообще очень-очень дорогой, красивый пляжный, курортный город. Очень красивый. То есть если есть возможность совместить все-таки Иерусалим с Тель-Авивом, поехать на 2 на 3 дня, на 2 на 3 ночи, езжайте на более длинное количество, на большее количество дней. Тогда больше впечатлений у вас останется, больше вообще эмоций и всего-всего. Вот. Это основные достопримечательности. Если мы едем в Петру, которая находится в Иордании, вот расположение Петры. Петра – это гробницы. Гробницы, расположенные в каньё, то есть просто нереальное, конечно, зрелище. Внутри они неглубокие. Это не храмы, это гробницы, они внутри неглубокие. Поэтому называют город мёртвых, потому что это гробницы древнего народа Набатая. Вот. Вот таким образом это выглядит. Огромное количество этих гробниц. Прямо можете на карте посмотреть их. Очень хорошо, кстати, видно. На самой карте. Сейчас, секундочку, я попробую вам показать. Вот, видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, огромное количество. Это всё Петра. Как доехать до сюда? Сколько это стоит? А, кстати, если вы поедете на экскурсию в Израиль, сейчас говорю про граждан Казахстана, заранее об этом скажите своему отельному гидрую. Именно отельному гидрую. Я понимаю, что вы можете сделать дешевле, ваш тур сделать дешевле, купив у местных турагентств, но они не сделают вам визу. Пока что граждане Казахстана могут заранее не делать визу. Хотя для нас нужно заранее делать визу. По идее, нужно. Но, например, когда мы летали, мы спокойно договорились с гидом. Гид, не знаю, кому-то нам сказал, сообщил. Заранее взял по 35 долларов за эту визу. Там 35 долларов ты плачешь. В Израиле вообще очень прикольно, потому что ты въезжаешь бесплатно, а выезжаешь платно. То есть въехать бесплатно, а выехать за деньги. Вот, только таким образом вы 35 долларов платите на израильской границе, и еще 7 долларов вы платите на египетской границе. Вот, если вы поедете в Иорданию, в Петру, здесь все проще, никому предупреждать не надо. Вы можете уже купить вообще в любом агентстве тур в Иорданию. И вы, получается, доезжаете, либо доезжаете на автобусе, здесь пересекаете залив, залив Акаба вы пересекаете на пароме, и на границе уже с Иорданией вы делаете визу за 30 долларов по прибытию. Либо вы прямо отсюда на пароме по заливу и по прибытии делаете визу 35 долларов. Дальше трансфер автобусом едет на Петру и обратно. Если есть возможность остановиться, остановитесь. Больше мест посмотрите, спокойнее погуляйте. Так вот, это, в принципе, основная информация по Египту. Еще раз говорю, что по бухтам и по регионам Хургады и по бухтам Шарм-Аль-Шейха я в отдельном видео расскажу, иначе это очень сильно надолго затянется. У нас уже видео больше 40 минут, поэтому я с вами на этой нотке распрощаюсь. Вопросы, если какие-то есть, без проблем, задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь. Буду больше таких видео делать. Я уже довольно много стран пролетела, пролетала довольно давно в туризме, работаю. Есть чем поделиться и о чем рассказать. Все, спасибо всем большое. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным и интересным.